Сиротам будь как отец, и матери их вместо мужа. Действительно, у нас немало сегодня семей, нуждающихся в помощи, матерей-одиночек. И вы знаете, в Ветхом Завете было очевидно, просто невозможно было себе представить, что отец, например, может взять, бросить собственных детей, развернуться, уйти, жить своей собственной жизнью. Его просто побили бы камнями за это. Здесь нет никаких сомнений. Отец чувствовал свою ответственность, и муж чувствовал свою ответственность за семью, за отношения с женой. Предательство вот так просто в Ветхом Завете никак не прощалось. Нужно было... Ну, то есть люди жили семьями, ответственными, ответственной жизнью, ответственными отношениями. И поэтому он здесь говорит именно о сиротах, о тех, у кого умер отец. На войне, например, или, может быть, где-то какие-то другие обстоятельства были, здоровье, может быть, плохое. И их матери будь вместо мужа. Ну, он не имеет в виду, например, жить с ней, там, супружеской жизнью, да? Поддерживай так, как поддерживал ее муж. Сегодня я думаю, что эту идею можно распространить на вообще матерей-одиночек, которые нуждаются в помощи, и поведение супругов которых было безответственным. Люди бросили, да, хитрят, выкручиваются, чтобы не платить алименты, например, там, как-то работают неофициально, официально получают маленькую зарплату, только чтобы не поддерживать детей. Ну, что взять с подлого человека? Ну, будешь ты заставлять его платить какие-то крохи, ну, пусть платит их, но это совсем не покроет нужды детей, которые растут без отцов, например, да? Поэтому, конечно же, нужно поддерживать и действительно сирот таких в буквальном смысле слова, но и социальных сирот, конечно, тоже нужно поддерживать. Нужно поддерживать родителей, которые мать или муж, например, такое тоже бывает, когда отец остается на попечении с детьми, таких людей, которые проявили ответственность, проявили любовь и остались со своими детьми, их, конечно же, всегда нужно поддерживать всеми силами. «И будешь», вот смотрите, как говорит Иисус Сансирахов, «сиротом будь как отец и матери их вместо мужа, и будешь как сын вышнего», то есть Бога, как сын Божий буквально будешь, если будешь поддерживать таких нуждающихся людей. «И он возлюбит тебя более, нежели мать твоя». Ну, казалось бы, куда уж выше, чем материнская любовь, но вот Бог будет любить тебя еще больше, если ты будешь поддерживать сироту, если ты будешь поддерживать вдову.